Каков средний рост человека? Согласно ВОЗ, с поправкой на возраст, для женщин он равен 159,5 см, а для мужчин 171 см. Но все мы понимаем, что это лишь средние цифры, и что есть люди, которые намного выше и намного ниже среднего. Сегодня мы познакомимся с самыми маленькими людьми в истории. Здравствуйте, дорогие зрители, с вами канал Тип Топ. Эдуард Нино Эрнандес Эрнандес родился 10 мая 1986 года и вошел в историю как один из самых низкорослых людей в мире. Согласно книге рекордов Гиннесса, его официально назвали самым низким человеком из ныне живущих в возрасте 24 лет. На тот момент рост мужчины составлял 71 см. В 34 года рост Эрнандеса был 71,8 см, что вдвое меньше средней рождественской елки. У Эдуарда было обычное воспитание, как и у других детей. Схожие интересы и те же этапы развития, но только до 4 лет. Затем его родители поняли, что мальчик больше не растет. Они обратились за медицинской помощью и лишь спустя 20 лет Эдуарду был поставлен диагноз гипотериоз. Несмотря на свое состояние, Эрнандеса можно увидеть танцующим подригетон, меренги и вальянато. Да и в целом он живет полной и насыщенной жизнью. Бриджит Мари Джордан У большинства людей карликовость начинает проявляться в 4-5 лет. Бриджит является исключением. Она уже родилась невероятно маленькой. 31,7 см ростом. И весила всего полкило. Можете себе представить. Бриджит, младший брат Бриджит, был лишь немногим выше. Брат и сестра родились с редким генетическим заболеванием под названием микроцефальная остеодиспластическая первичная карликовость второго типа. Оно делает людей маленькими. И хотя Бриджит болтала ногами в воздухе, сидя на стуле и носила детскую обувь, она нисколько этим не смущалась. Девушка любила петь. Она и ее подруги были чирлидершами в колледже Касказки, штат Иллинойс. Ей было чем похвастаться. В сентябре 2011 года Бриджит признали самой низкорослой женщиной в мире. Ее рост равнялся всего лишь 68,8 см. Хагерда Тапа Магар. При росте 73,7 см в 2010 году Магар был объявлен самым низким человеком в мире. Это произошло после его 18-летия. В конце концов, этот титул перешел к Чандру Бахудур Данге. Но после смерти Данге в 2015 году вновь вернулся к Магару. По словам отца Тапы, купать мальчика было делом не из легких, ведь он был столь крошечным, что мог поместиться на ладони. Магар выжимал максимум из приобретенной славы. Он побывал в более чем дюжине стран, и его не раз приглашали на ТВ-шоу в Европе и США. На родине Магар стал официальным лицом туристической компании Непала. Жизнь может быть непростой, когда вы весите всего 6 килограммов и не вписываетесь в мир, созданный для среднего человека. Но Хагендра не позволял маленьким размерам мешать ему получать от жизни максимум. Линь Ю Чи Линь – некогда самый низкорослый человек в мире, его рост всего 67,5 см. Родившийся в 1972 году, линь страдает несовершенным остеогенезом – генетическим заболеванием, которое препятствует нормальному росту костей тела. Эта редкая болезнь, также известная как болезнь хрустального человека, заставила его костью и тело сжаться до размеров младенца. Линь не жалуется. Он непоколебим в своем стремлении к заветным целям и мечтам. Линь является писателем и общественным деятелем и проживает в столице Тайваня – Тайбэя. Также он появляется в документальном фильме «Самый маленький человек в мире и я» с телеведущим Марком Доланом. Мэтч Бестер Состояние Мэтч Бестер также вызвано несовершенным остеогенезом. Дополним, что это генетическое заболевание характеризуется чрезвычайно низким ростом, хрупкими костями, слабыми суставами, потерей слуха и даже проблемами с дыханием. Таким образом, Бестер оказалась прикована к инвалидному креслу. Скорее всего, в ее случае это наследственное, так как мать девушки тоже страдала этим заболеванием и была прикована к креслу. Она умерла в 2011 году. Ее рост составлял всего 70 сантиметров. Сама Мэтч всего на 5 сантиметров оказалась ниже матери и была признана книгой рекордов Гиннесса самой низкой женщиной в мире. Паулина Мустерс Титул самой низкой женщины в истории человечества присвоен Паулине Мустерс. Согласно книге рекордов Гиннесса, рост мисс Мустерс составляет 61 сантиметр. При рождении рост голландской принцессы равнялся 30,4 сантиметра. Это было в 1876 году. В возрасте 9 лет рост Паулины составлял 54,6 сантиметра, а вес 1,44 килограмма. В взрослом возрасте Паулина не сильно выросла, но стала весить около 4 килограммов. К сожалению, она рано ушла из жизни. В Нью-Йорке девушка заболела пневмонией с менингитом и умерла в возрасте 19 лет. Джанри Балавинг При рождении Балавинг был размером с литровую бутылку Кока-Колы. Вы не ослышались. Ребенок из Филиппин перестал расти, когда ему был всего год, и даже в свои 20 выглядел как младенец. Жизнь в школьные годы для него не была легкой. А в школьные годы Джанри стал мишенью для своих одноклассников. В 25 лет рост юноши составлял 59,9 сантиметров. Он носил титул самого низкого из живущих людей до своей смерти в возрасте 27 лет. К сведению, вместе с титулом не дают денег. Но разве не говорят, что нет худа без добра? Благодаря освещению в СМИ родителям юноши предложили работу в городе Дапитон. А Джанри дали роль в тематическом парке, где он был в паре с гигантским человеком. Врачи считают, что Балавинг страдал карликовостью из-за сбоя в развитии гипофиза. Джанри всегда будут помнить за обаятельную улыбку и жизнерадостный характер. Гуль Мохаммед Мохаммед родился 15 февраля 1957 года в Нью-Дели в Индии. Согласно книге рекордов Гиннесса, Гуль с 1990 по 2011 год был самым низким взрослым своего времени. Его рост был 57 сантиметров, а вес 17 килограммов. Мужчина страдал хронической болезнью легких, усугубленной курением, и умер в возрасте 40 лет – 1 октября 1997 года. Несколько печально, что Мохаммед умер, так и не достигнув заветной мечты – жениться на высокой женщине. Перед болезнью Гуль Мохаммед попробовал свои силы в придорожной кондитерской лавке, но его часто грабили из-за маленького роста. Мужчина выжил благодаря финансовой помощи друзей и общественных организаций. Джотики Санж Амджи Не каждая женщина будет покупать одежду в детской секции магазина. Но для Джотики Санж Амджи, родившейся 16 декабря 1993 года, это нормально. Увидев эту 27-летнюю девушку, вы поймете, почему она выбирает одежду во взрослом стиле в детском диапазоне размеров. С ростом 62,8 см и весом 5,2 кг, Амджи даже меньше, чем средний двухлетний ребенок. В настоящее время, согласно книге рекордов Гиннесса, она является самой низкой женщиной в мире. Росту привятствует форма карликовости, известная как ахондроплазия. Проще говоря, Амджи никогда не станет выше. Но девушка живет довольно обычной жизнью. Даже в ее учебе не было ничего странного. Если не считать, школьную парту и стул, нестандартных размеров, шитую на заказ форму и другие вещи. Тарелки и столовые приборы тоже делались на заказ. Может быть, она самая низкая женщина в мире, но у Джоти большие мечты. Амджи оставила след в Болливуде. Кроме того, она легко завоевывает сердца людей. В инстаграме девушки больше 80 тысяч подписчиков. Чандра Бахадур Данги Чандра остается самым низким человеком в истории. Ее рост составлял 55 сантиметров, а вес почти 14 килограммов. Снимок, на котором мистер Чандру Данги стоит рядом с сертификатом рекордсмена Гиннесса, удивителен. Ведь этот мужчина немногим выше самого сертификата. До признания книгой рекордов Гиннесса в 2012 году, рекордсмен занимался своими делами в малоизвестной горной деревушке Римкхоле, где нет электричества, а связь с внешним миром практически отсутствует. Он вел довольно простую жизнь и ткал традиционные непальские ткани с братьями, которые были среднего роста. Сертификат о мировом рекорде изменил жизнь мужчины. За книга рекордов Гиннесса последовали подарки и приглашения на популярные шоу за рубежом, и маленький мистер Чандра Бахадур Данги мгновенно стал знаменитым и оказался на вершине мира. Лючия Сарате Еще одна низкорослая взрослая женщина, которая родилась в Мексике в 19-м столетии. Она была внесена в книгу рекордов за карликовый рост всего 61 сантиметр. Помимо этого, Сарате была еще и чрезвычайно худая. Ее вес составлял чуть более 2 килограммов. Лючия выступала в цирках и на ярмарках, снималась для слайд-шоу. К сожалению, девушка прожила недолгую жизнь. Когда ей было 25 лет, железнодорожный состав, в котором ехала Лючия Сарата, застрял в снегах, и она умерла от переохлаждения в 1890 году. Стейси Геральт Стейси Геральт – самая маленькая мать в мире, потому что ее рост составляет 71 сантиметр. Живущая в Кентукки, США, Геральт страдает от несовершенного остеогенеза, из-за которого у нее хрупкие кости и слабо развитые легкие. Для перемещения женщина пользуется инвалидной коляской. В 2005 году Стейси вышла замуж. Любопытный факт. Рост ее супруга Уилла составляет примерно 1,8 метра. Врачи сообщили паре, что им опасно заводить детей, так как плод может раздавить внутренние органы Стейси. Тем не менее, молодая семья решила рискнуть. В период с 2005 по 2009 год Стейси Геральт родила троих детей. При этом их третий ребенок появился на свет при помощи вертикального кесарево сечения, которое сейчас применяется довольно редко. Сегодня женщина изо всех сил пытается воспитывать свою вторую дочь, которая уже намного больше нее. Хатиджа Коджаман. Как и в предыдущем случае со Стейси Геральт, рост Хатиджи Коджаман составляет всего лишь 71 сантиметр. И раньше она была обладателем рекорда «Самая маленькая женщина» в книге Гиннесса. Живет этот человек в городе Кадирли, Турция. Специалисты считают, что крошечный рост Турчанки обусловлен генетическими отклонениями, ведь у нее также наблюдаются проблемы со спиной и дисплазия суставов. Врачи подозревают, что все это девушка унаследовала от обоих родителей. Хатиджа не может работать. Она помогает своей матери, выполняя небольшие поручения по дому. А в 2010 году, общаясь с журналистами, Коджаман рассказала, как в детстве одноклассники дразнили ее за маленький рост. Но теперь девушка знаменита, и благодаря всемирной поддержке она считает себя намного выше. Пока. На этом все. Подписывайтесь на канал Тип Топ и смотрите другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok